Всем доброе утро! Позвольте всех поприветствовать на обучающем семинаре для педагогов, руководителей исследовательских и проектных работ, учащихся в области общественных и гуманитарных наук. Ну, необходимость такого семинара уже назрела давно, планировали мы его, конечно, провести гораздо раньше, но, к сожалению, в этом году темп работы такой, что нам некоторые мероприятия периодически приходилось переносить. Ну, я думаю, в любом случае актуальность данного семинара, она несомненна, в том плане, что уже сейчас в апреле, в мае уже проявляют районные городские этапы республиканского конкурса. И проекты, которые будут заслушаны на ваших этапах, я думаю, они как раз, данный семинар поможет как раз доработать, перевести, соответственно, свои проекты. И уже в ноябре, когда ваши ребята смогут принять участие в областном этапе, мы увидим интересные проекты, которые станут, наверное, фишкой, изюминкой и, соответственно, призерами нашего областного этапа от вашего региона. Но, к сожалению, у нас, я сказала, что необходимость данного семинара назрела уже давно, потому что в последние годы очень часто регионы повторяют одни и те же ошибки. Неправильно заявлены секции, неправильная где-то корректировка темы таким образом, что не полностью отражает содержание работы. И поэтому мы сегодня пригласили преподавателей вузов, преподавателей школ, у которых уже большой опыт в написании проектов, в рецензировании работ ребят, которые могут вам дать дельные практические советы, как же правильно выстроить и написание научных работ, какие ошибки учесть при подготовке, в защите проектов и так далее. Поэтому данный семинар, я думаю, будет полезен и для руководителей научных проектов, для педагогов, ну и в целом для всех, для нас, чтобы мы с вами уже как бы двигались в одном русле. Я представлю сегодня наших спикеров, которые будут выступать на данном семинаре. Программу мы высылали заранее, но в любом случае я хочу представить сегодня всех участников нашего семинара. Итак, первым у нас откроет вебинар Шелгенбекова Кенжигульса Пышевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагоги детей, главный специалист управления наукой после вузовского образования в Украинского регионального университета имени Акмета Байтурсынова. Шелгенбеков Айбек Батарханович, кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин университета имени Акмета Байтурсынова. У них общая одна тема на двоих, соответствие научных работ и проектов школьников предъявляемым требованиям, типичные ошибки. Я думаю, это будет очень интересно, познавательно. И у всех лежат перед собой блокнотики, ручки, все, что вы можете будете записать для того, чтобы учесть эти нюансы. Третий докладчик, Семенин Юрий Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса регионального университета имени Акмета Байтурсынова. О некоторых вопросах подготовки и защиты научных проектов учащимися областями он расскажет. Следующий докладчик, Евгена Вашнара Санбековна, старший преподаватель кафедры теории языков и литературы университета имени Акмета Байтурсынова. И еще два практикующих педагога представили свой опыт работы. Это Малдебаева. Звук попал. Наталья Михайловна, Вас не слышно. Наталья Михайловна, Вас не слышно. Вы зависли. Так, я прошу прощения, меня выбило чисто технические неполадки. И еще один докладчик, это Назаркенова Айнура Конаповна, учитель географии гимназии города Житикары. Совсем недавно Айнура Конаповна прошла республиканский обучающий семинар по научной грамотности. И Айнура Конаповна поделится теми знаниями и своим личным опытом работы по подготовке проектов и поделится теми знаниями, которые она получила на данных курсах. Итак, наверное, я думаю, мы начнем. Кенжигуль Сапышевна, Айбек Баттерханович, передаю вам слово. Уважаемые зрители, если у нас с вами будут вопросы, давайте после каждого докладчика, если есть вопросы, значит, либо в чат, либо аккуратно включаем микрофон и работаем. Если не будут вопросы, значит, мы переходим к следующему докладчику и продолжаем работу. Ну, я думаю, вопросы будут, потому что, в принципе, аудитория у нас целевая собралась. Это историки, это пилологи, которые как раз, я думаю, в теме всего, что происходит именно в рамках написания научных проектов учащихся. Итак, приступим к работе. Кенжигуль Сапышевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, времени, к сожалению, у нас не так много. Хотелось бы сказать очень много о тех типичных ошибках, так как уже не один год сидим, вернее, являемся членами жюри городского и областного этапа республиканского конкурса. Вот, и хотелось бы, конечно, говорить долго и много. Но у нас ограничено время, поэтому на самых основных мы сейчас остановимся. Вот сейчас я на весь экран включу. Скажите, всем видно? Презентацию видно? Да, все видно. Первое самое главное. Знаете как, я буду на технических больше ошибках говорить, выступлении ребят, а уже по содержанию, начиная от выбора темы, какие бывают недочеты и так далее, и так далее, об этом будет говорить и Абек Батыханович. Значит, структура работы. Убедительная просьба. На титульном листе очень часто вы начинаете писать. Министерство образования, науки Республики Казахстан, и пока вы дойдете до своей школы, у вас половина странички титульной уже занята. Пишите только свою школу. Там ГУ, допустим, или КГУ, общеобразовательная, или там средняя школа номер такая-то, или школа-гимназия номер такая-то, имени того-то, того-то. Этого вполне достаточно. То, что касается содержания, чуть ниже я вам покажу, как рекомендуется особенно 5-11 классы. Конечно, в начальной школе несколько требований, ну, скажем так, мягче. Хотя вот уже не раз в Дарыне мы в этом году, когда ездили на Республику, говорили о том, что должна быть какая-то, знаете, ротация, что ли, ранжирование. Для начальной школы требования должны быть одни. Для среднего, для старшего звена, к сожалению, требования одни одинаковы, на наше усмотрение. Что это значит? Как жюри, значит, посмотрит, обратит внимание. Дальше. Абстракт. Что это значит? Вот, допустим, члены жюри есть те, кто не владеет там русским или, наоборот, государственным языком. И, прочитав абстракт, они поймут, о чем работа и пойдут дальше. Но у нас, к счастью, в жюри всегда присутствуют те, кто, в общем-то, двуязычные. Поэтому как-то вот, ну, на всякий случай, потому что есть те секции, где, к сожалению, такие моменты, скажем так, присутствуют. Дальше. Введение. Есть, кто пишет введение один абзац. Есть, кто пишет введение на три страницы. Что должно быть во введении, тоже мы об этом с вами поговорим. Исследовательская часть, вот там Айбек Батарханович более подробно вам скажет, что значит теория-практика, процентное соотношение, что теория не должна быть 90%, остальное все практика. Вот. Заключение. То же самое. Очень часто эмоции захлестывают. Это научная работа, не забывайте. И ребята пишут, что, значит, там очень хорошо, надо спасать мир. Ну, в общем, вот такие-таки. В заключении должно быть четко оговорено, вот вы поставили цель, вот задачи. Мы цели достигли? Почему? Потому что вот такие задачи выполнили. Сделали вот это, изучили, пятое, десятое и все прочее. Прочее пришли вот к какому-то выводу. По поводу списка литературы я тоже остановлюсь более подробно и скажу. Приложение Е, не приложение Я, приложение Е. Оно у вас дает А, Б, Ц, Д. Кто-то нумерует по цифрам. Это не принципиально. Вот титульный лист. Полное наименование я уже вам говорила. Название самой работы. Направление. Вот здесь Наталья Михайловна только что сказала о том, что вы пишете такие направления или секции, которых природнее не существует. К сожалению. Нам бы тоже, конечно, хотелось, чтобы их было еще штук на 50 больше. И вы видите тенденция. История краеведения, этнокультуроведения. Раньше проводили три отдельные секции. Теперь заставляют делать одну. И в этом году, когда мы были в республике, они нам сказали о том, что все упирается в финансы. Они, к сожалению, не могут содержать столько членов жюри. Точно так же биология, химия. Точно так же языки все собрали. И так далее. Лингвистический, скажем так, цикл сделали. Языкознание. Вот, поэтому все это упирается, вот скажем так, в финансы. К сожалению. Поэтому мы просили, писали министерство снова в этом году рекомендации, что вот просьба, значит, разделить. Потому что география, история, и это очень сложно. Вот. Дальше. Фамилия, имя автора. Если авторов два, значит, оба пишите. Фамилия, имя, отчество полностью руководителя. Иногда не знаешь, как обратиться, потому что стоят инициалы. Вот. Ну и, соответственно, год и город. Только, пожалуйста, если вы, это у вас город, допустим, Лисаковск, или там, я не знаю, город то был, то не надо писать Кустанай. Вот. И когда вы приходите на область, в любом случае у вас остается то был. А потом уже вы переходите и пишите дальше. На республику мы пишем все Кустанай. Мы представляем область. Абстракт. Что это такое? Что здесь должно быть? Смотрите, актуальность вашей работы, то есть выжимка вот такая конкретно. Вот цель, вот задача, вот гипотеза, знапрактическая значимость, методы и так далее. Все основное должно быть в абстракте. То есть то, составляющее вашей работы, скажем так, из введения. Введение обязательно актуальность. Почему взяли эту тему? Очень часто педагоги говорят. Ну вот берем мы что-нибудь историческое, допустим, там 17-18 век может быть, да, или еще там, еще древнее. Как это может быть сегодня актуально? Конечно, может быть актуально. История, она всегда актуальна. Понимаете? Поэтому вот здесь объяснить ребенку, что знать историю своей страны, сегодня это архиактуально. Вот это ваша задача. Цель, которую вы ставите, пожалуйста, была цель, которая на целый абзац из шести предложений. Цель не может быть такой. Цель в одно предложение. Для чего вообще я работу делаю? Что мы хотим этой работой показать, рассказать, там удивить и так далее, и так далее. Задачи. Тоже Айбек Батарханович вам скажет о том, что задач не должно быть 7 или 9 или 11, как в диссертации. Даже в докторской диссертации больше 9 задач не рекомендуют. Гипотеза. О ней тоже позже скажет Айбек Батарханович. И проверяемость гипотезы, и доступность гипотезы, и так далее, применяемость. Новизна тоже самое. Здесь, знаете, вот когда мы говорим, мы впервые, пожалуйста, эту фразу никогда не употребляйте, иначе вся ваша первая глава никому не нужна. То есть вы же сначала пишете о том, кто этой проблемой занимался, правильно? А потом уже свои взюмок вы ищете. Методы. Вот я в любом случае остановлюсь на методах, на группах методов, те, которые желательные, которые применять нужно, необходимо. Практическая значимость, что это значит? Для чего мы сделали работу? Мы об этом всегда студентам, магистрантам говорим. Ну, написали, молодцы, хорошо, а теперь? У шкафчик положили, закрыли, забыли, она паутиночкой там затянулась и так далее. Нет. Работа написана для того, чтобы ее можно было применять. Вот это, пожалуй, одно из самых важных, ну и, наверное, сложных. То, о чем я говорила, методы. Вот две большие группы. Общенаучные, что это значит? Это для всех, вот, педагогов, кто присутствует и кто не присутствует, начиная от истории, заканчивая математикой. То есть это те общие, которые может любой из вас написать, применить в своей работе. Допустим, анализ, почему бы и нет? Анализ источников, литературы, там, не знаю, каких-то этих, скажите, сайтов научных и так далее. Научных. Убедительная просьба вот здесь обязательно запомнить. Слово Википедия, это не панацея. Википедия, это, знаете, чисто вот сейчас на время открыть и посмотреть. Вообще мы запрещаем пользоваться Википедией. Вы же прекрасно понимаете, что там можно что-то менять, что-то делать. Это не научный сайт. Научные сайты, это, допустим, у историков они прекрасно знают, какие у математиков и так далее. Это сайты определенных вузов, журналов, НИИ, центров научно-исследовательских. Каких-то, в общем, понимаете, да? Я не знаю, там, даже Министерство образования, сайт, это является, если вы что-то берете оттуда, это научный материал, то есть достоверный, доказанный и так далее. Учебник ваш, это научный. Дальше и так далее, и так далее. Анкетирование, там, интервью вы берете и так далее, и так далее. Какие-то социально-психологические вы проводите, то есть, я не знаю, там, социометрию обязательно и так далее. Ну, вот математика есть, но не всегда, допустим, говорят, только математические могут. Почему? Абсолютно любые другие дисциплины называются математические. Почему? Связано с вычислением. Конкретно научные, они делятся на теоретические и практические, ну, или эмпирические, мы говорим. Вот анализ литературы, то, о чем я вам говорила, обязательно нужен, вам обязательно нужно делать в первой главе, у вас цель такая, задача, вернее, изучить литературу, правильно? Посмотреть, какие аспекты данной вашей проблемы уже были рассмотрены, изучены и так далее. Здесь вот то, что архивные материалы тоже все говорят, это обязательные историки, не обязательные историки, абсолютно. И дальше, 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 эмпирически, то есть, практически. Допустим, у кого-то это будет наблюдение, у кого-то это будут просто беседы, там, я не знаю, встречи и так далее, и так далее, какие-то экскурсии и прочее. Эксперимент. Здесь, знаете, эксперимент не обязательно, опять-таки, можно ставить только тем, у кого, как у нас говорят, только биологи-химики могут ставить эксперимент или физики. Абсолютно. Пример оформления источников. Вот это ГОСТ-2008 российский. Почему мы его берем за основу? Знаете, к счастью, наверное, на эти вещи мало кто обращает внимания. Но я вам расскажу, у нас была вот такая ситуация, девочку отправляли на республику, работа была, вы знаете, вообще прорыл в науке, реально. Три года почти они ее делали, вот, понимаете, она уже была идеальная, но не было правильного технического оформления. Я пыталась, как говорится, сказать, что коллеги, давайте обратим внимание, там и руководитель, и консультант, и ребенок, и говорю, давайте все, да это не важно, у нас такая работа. Вы понимаете, когда девочка приезжает со слезами, она не заняла того места, которое бы хотелось всему миру, только из-за того, что кто-то из членов жюри сказал, технически работа не соответствует требованию. Поэтому, к сожалению или к счастью, я не знаю, кто-то на эти вещи обращает внимание, это называется научная культура, ее никто не отменял абсолютно. Вообще, вот если, допустим, в Казахстане у нас применяется ГОСТ-2003, вы можете забить в интернет, и выйдет там библиографический список, как оформляется, источников и так далее, и так далее. Там текст в квадратных скобочках и прочее. Мы берем за основу, хотя бы вот я уже даю всем вот такой, это самый простой, ГОСТ-2008, Россия приняла, мы просто не присоединили. В 2003 мы присоединились. Писать, вот я вам ниже буду говорить уже об ошибках, и вы увидите. Требования к оформлению, это все абсолютно республиканские дары, никто ничего не придумал. Какие должны быть поля, какой должен быть интервал, отступ, выравнивание и так далее, и так далее. Очень часто вот на эти моменты вообще никто не обращает внимания. Я не говорю, что нужно прям, знаете, идеально-идеально, хотя вообще нужно, конечно. Вот примерно оформление титульного листа вашей работы. Вот все очень просто, прозрачно, конкретно и все. Секция «История Казахстана». Здесь, если вы допишите «Краеведение» и «Этнокультуроведение», ничего страшного здесь не будет. Вот если это три секции. Это, допустим, «Математика», «Информатика» тоже объединили. Просто ходили, видели, где загружали работы ребят и видели, что вот такие моменты есть. По поводу содержания. Обратите, пожалуйста, внимание, что введение не нумеруется. Заключение в список литературы, вот внизу, если есть приложение, тоже не нумеруется. Нумеруется первая теоретическая глава, но писать теоретическая часть, как многие пишут, и практическая часть вторая, это не есть правильно. То есть, как-то ваша теоретическая глава должна называться, и в ней должны быть подпункты. Вот здесь... Кензюгл Сапошина. Кензюгл Сапошина. Презентация Аус Петтер Бржелетер. Это ваше выступление, оно стоит на миг. Так, поддумайте. Сейчас я попробую тогда. Вообще ничего не было видно? Да. Что все теперь нормально? До этого ничего не было. Может быть, я так... А так оно как? Видно? Вот это видно? Да, да. Вот сейчас вы начали примеры, оформление видно. Я тогда не буду делать широко. Хорошо? Я сделаю вот так, чтобы мне было удобно листать. Все отлично. Вот тогда смотрите. Это примерный образец, как вот я уже говорила, нужно оформлять титульный лист. Следующее. Вот здесь, обратите внимание, у нас 1, 2, 1, 3. И это максимум 1, 3 в первой главе. Даже для 11, 10 класса. Не надо 1, 6. У нас начальная школа умудряет 1, 8 сделать и по одному абзацу в каждом. Это не есть правильно, скажем так. Вторая глава. Я написала 2, 2. Здесь может быть и 2, 3 присутствовать. Но больше, чем 2, 3 тоже не рекомендуется. То есть развозить вот это по всей работе, как бы не есть правильно. Нужно все сгруппировать, четко показать и становиться на чем-то. Почему? Если вы будете распыляться, это дает нам, членам жюри, шанс задавать вам лишние вопросы, спрашивать, уточнять и так далее. Если вы конкретно свою работу изложите и покажете, расскажете, у нас не будет моментов таких, что что-то уточнить, что-то узнать. Теперь перейдем как раз к тем частым ошибкам и неточностям. Вот, допустим, название темы. Ни в коем случае не должен быть, присутствовать вопрос. Тема не может быть вопросом. Понятно, да, что такое ворсак? Вот, теперь соотношение. Введение 1-2 глава. Норма. Не более 2-х введения. Это зависит от того, какой шрифт. Мы писали Кега-14, старший класс. Там, где вы пишете актуальность и так далее, у вас может заскочить на вторую страницу. Вообще все, в принципе, должно, у начальной, особенно, школы, у среднего звена, должно уложиться страница полторы. Первая глава. Вот посмотрите, второе соотношение. Первая всегда должна быть меньше второй. И заключение не более двух страниц. Это потолок две страницы. Потому что вы пишете, цель была достигнута, было выполнено то-то, сделано это. В первой главе мы пришли к выводу такому-то, во второй главе к такому-то. И итог мы резюмируем. Дальше. Отсутствие ссылок в тексте. Вот я вам показала, как правильно оформляются ссылки. Вы многие писали курсовые, диссертации магистерские, дипломные работы и так далее, и знаете, что вот ссылки в тексте нужно обязательно обозначать. Каким образом? Они идут в квадратной скобке. Вот у вас 120-й источник. Опа, надо было хотя бы 12 написать, точная диссертация. И страница 77-я. Значит, на 77-й странице речь идет вот как раз о том, что я оттуда беру. И заметьте, здесь нет выравнивания по ширине. Я уже старалась в один этот. Вот. Здесь, допустим, отсутствует абзац. Это все вот выжимка из работы, допустим. Вот. Получается работа сплошным текстом. Теперь. Вот это тоже взято абсолютно из работы, которую мне присылали на рецензирование. Посмотрите, пожалуйста. То есть из каких-то источников где-то что-то было собрано, и таким же образом, скажем так, в работе оно осталось. Дальше. Вот вы видите, как неправильно оформлять литературу. Вот в скобках я выделила жирным. Знаете, для чего мы это делаем? Вот когда пишешь статью или работу, чтобы не забыть, где ты взял это, допустим, цитату какую-то, в данном случае еще что-то, да? Обычно пишешь в скобочках, там, допустим, Бекмаханов, С там 8, то есть страница 8. В Бекмаханова знаем книгу, все, я ее с полочки возьму, быстренько все выходные данные запомню. Для себя пишу. Но здесь в работе мы должны в квадратных скобках поставить номер источника, Сарбак, у нас, допустим, идет пятый. И вот скобочка в пятый источник и 208 страница или там шестая страница. Дальше. Внизу видите год издательства Москва. Русский язык видели, да, каким образом я вам вначале показывала и как она здесь. Сейчас я еще хочу остановиться чуть-чуть, у меня есть время, буквально минутку, на выступлениях ребят. Вы знаете, когда ребенок в курсе своей работы, ее знает, неопа ему дала там или учитель за день до того, как, и сказала, выучи вот этот текст, выйди, выступи, не забывай листать слайды, здесь написано какие. Когда, вот знаете, это видно, как вам сказать, вот коллеги не дадут мне соврать, это чувствуется прям в воздухе витая. Когда ребенок к работе приложил свои руки, делал, и это его детище, он об этом может рассказать. Запинайся, заикайся, экая-акая, но это его работа, у него будут глазки гореть. А когда это не его работа, у нас даже были случаи, когда говорили, мимо, а пойдам сранц, не знаю, спросите у учительницы моей. Понимаете? Поэтому вот эти моменты очень заметны, и хотелось бы, конечно, чтобы работа была прочувствована ребенком. Я согласна, вот эти некоторые моменты, особенно для начальной школы, пятый, даже шестой класс, сложновато какие-то. К счастью, еще раз повторюсь, члены жюри у нас чаще всего обращают внимание на вторую часть, на ту исследовательскую, на ту саму изюминку, то, что ребенок делал сам. А затем, если есть такая возможность, и она есть, к сожалению, не у всех школ, я точно знаю, школы, гимназии, лицеи могут себе только позволить заключать договоры с научными консультантами, которые могут затем вести детей и так далее, и так далее. И часто слышим, что районы, сельские школы говорят, что вот все равно город выиграет и прочее. Да, у города шансов больше, к сожалению, да, но не у всех школ, заметьте, пожалуйста. Но сегодня есть возможность еще и работать дистанционно, это вот пандемия нам подарила такой шанс, когда мы можем и по зуму, там вот сегодня в Google Meet, пожалуйста, и так далее, и так далее, вплоть до WhatsApp, работать, общаться, делать что-то, творить и так далее. Вы знаете, просто приведу ситуацию, ребенок из района, вообще, вы знаете, эта девочка была супер, работа ни о чем, никакая. Как она ее представляла, вы знаете, я думаю, вот такой девочке потенциал дать в ее руки, вот с ней провести нормальное исследование, она бы не просто республику победила. Но, к сожалению, великому, вот, учителю оставила, дала визитку, объяснила, сказала, давайте, я готова, вот просто, потому что девочка такая, давайте, а Лапур, и сейчас и он, и девочку больше, и все прочее. Надо было, наверное, наоборот, мне взять его телефон и уже его доставать, планомерно. Теперь по поводу выступления. Была ситуация, когда девочка вышла, красиво, стихи прочитала, все сделала, на добре сыграла, там, спела, все, и не заняла места. Зашла учитель, громко, давай возмущаться, она лучше всех стихи читала, лучше всех говорила, дикция реальная, идеальная у нее, все, почему не дали места? Вы знаете, у нас же не смотр художественной самодеятельности, я так ей тактично объяснила. У нас конкурс научных работ. Вот мальчик тихо говорил, там, как-то где-то даже заикался, а вот он получил место, потому что мальчик эту работу сам делал, и она у него действительно была научная. Обратите на эти вещи внимание. Я не говорю, что нужно теперь научную работу писать с детками, которые плохо говорят, тихо там и так далее, и так далее. Нет, абсолютно. Вы знаете, вот это сочетание, уметь представить работу свою, это вообще, я не знаю, наверное, сложно, скажем так. Тем не менее, это все возможно. И даже ребенок, когда, еще раз повторюсь, он говорит о своей работе, он немножко расцветает. Пусть даже тихо, пусть даже там где-то он будет, не знаю, стесняться, возможно. Есть такие дети, которые стесняются, краснеют, синеют, бледнеют. И я стараюсь всегда им говорить, ребят, вы не на гильотину пришли, все нормально, все свои, давайте идем к победе одним путем. Поэтому вот здесь момент, пожалуйста, обратите внимание, что к сожалению или к счастью, вот без конца это повторяю, почему? В идеале хотелось бы по-другому, но требование времени, требования республиканского дарына и всего-всего прочего, чтобы ребенок умел грамотно, правильно представить свою работу. Еще хочу обратить внимание, если члены жюри не задают вопросы, это не значит, что работа ничего не стоит или наоборот она идеальная. И то же самое, если члены жюри задают вопросы, это тоже не значит, что работа идеальная или она ничего не значит. Очень часто меряют, вот мне два вопроса задали, место не дали, или, а, мне вообще вопрос не задали, значит у меня первое место. Нет. Вопросы задаются в определенных случаях. Когда нужно уточнить, когда нужно убедиться правым или нет в той или иной своей концепции и так далее. Так, ну вот, собственно, по техническим все. Мне уже здесь спину дышит. Так, по поводу проверки на плагиат, это сегодня стало модно и актуально. Уважаемые коллеги, я вам, конечно, искренне сочувствую в том плане, что у вас ссоры в Сочи, подготовка к занятиям. Значит, их нужно проверить. Еще есть такой аспект отличный, хороший, который держит вас в тонусе, это родители, которые регулярно бдят и следят, как правильно ли вы оценили эти ссоры в Сочи. Вот у звездочек деток и так далее, и так далее. Это занимает время. И вот здесь еще с ребенком писать и так далее, это сложно. Я вас прекрасно понимаю. Знаете, всегда вспоминаю, говорила, когда в советское время нас всех хор загоняли. Я другого слова не буду говорить. Загоняли. Всех хор для количества. И всегда говорили, например, ну, мне в том числе, просто открывай рот, так красиво смотришься на первом плане, так как все энергично, рот открывай, все, опять будут другие для количества. Вот понимаете, кто-то должен, может заниматься научной деятельностью. К сожалению, кому-то это сложно. Вот, наверное, мы для этого и есть, чтобы тем, кому сложно, помочь вам, чтобы и для вас это было легко. Спасибо огромное. Если есть вопросы, я готова отвечать. Еще вот здесь мне убеждают сказать про антиплагиат. Вот я уже говорила про то, что работы проверяются. Вот, и сейчас все системы в интернете. Берите первый, текст.ру. Он более такой, ну, к сожалению, сейчас делает, что работу можно по кусочкам каждый день проверять. Вот, в любом случае он вам будет выдавать тот процент. Есть антиплагиат.ру, но она платная, к сожалению. И стоит дорого у нас, вон, ВУЗ антиплагиаризм даже закупила, а не антиплагиат, хотя тем мне, допустим, удобнее было работать. Вот, и обязательно проверяйте, особенно вот теорию вашу. Практика, я уверена, если вы сами этот эксперимент проводили, исследование там и так далее, у вас уникальность будет высокая. А первое, я понимаю, нужно заимствовать, перерабатывать материал нужно. У студентов поучитесь, как обмануть плагиат. Я шучу, конечно, нужно просто прочитать, перефразировать и попробовать сделать это своими руками, не знаю, там, и так далее, и так далее, словами. Еще вопросы, пожалуйста. Еще можно? Пожалуйста, конечно. По поводу китового места, министерство образования говорит, что, с чего надо начать? Не надо, вот я как показала, только свою школу пишите. КГУ, там, допустим, школа, гимназия номер 3, отдел образования, управление образования, да, Акимата, Кустанайской области, вот так. Все, не надо, министерство образования, пока вы дойдете до своей школы, я же говорю, там, две трети у вас только будет это занимать. Я почему спрашиваю, мы этот титульный слайд не видели, он не переключался. Ну, я скину презентацию, вы посмотрите. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, еще вопросы? В таком случае остается вам всем пожелать, в первую очередь, здоровья, терпения, творческих вам успехов. И чтоб завтра, когда мы будем сидеть в жюри, говорили, о, сразу видно, люди были на нашем семинаре, все исправили, все сделали. Всем спасибо огромное. Я передаю микрофон Айбеку Патерхановичу. Добрый день, уважаемые коллеги, очень приятно. Вот, скоро у нас предстоят в конце апреля районные городские туры, конкурсы научных проектов школьников. Ну, я хотел просто поделиться опытом работы по этим проектам с ребятами. Конечно же, у нас, вот я историк, Шелгебек Файбик Патерханович, работаю в университете на кафедре истории. Ну, у нас вот много работы идет по краеведению, эктокультуроведению и истории Казахстана. Ну, выбор темы. Выбор темы зависит, во-первых, от вас, от ребенка, от ваших интересов, от возможностей технических и таких информационных. Ну, в любом случае нельзя говорить, что эта тема изучена и все. Здесь не такое, потому что это ребята 10-15 лет, которые для себя сейчас открывают Америку, которые нам уже знакомы с его опыта и возраста. Поэтому мы не ограничиваем темы. Единственное, там, как вот что-то сделать, чтобы уровень самостоятельства высокий. Ну, вот, допустим, вот сейчас, любую тему. Мы всегда беседуем с детьми, что ему нравится, его интересы. Конечно же, это индивидуальная беседа. Вот, когда приходят к нам на кафедру, кто-то занимается спортом, музыкой, родителей, профессия, учитель рекомендует. И это очень хорошо, когда вот что-то соприкасается и что-то это. Ну, ребенку хочется что-то такое вот сделать, ну, такое то, что яркое, хорошее. Вот один мальчик пришел, говорит, вот мне нравится война, армия, вот Чингисхан, буду писать полководцы. Ну, и переписал, перепечатал, перекачал, про Чингисхана много. Ну, и вот такой реферат получился. Ну, а, чем ты это удивил? Еще что-то относительно биографически. А что ты сам сделаешь? И вот начал, говорит, а вот можно вот так, вот так, вот так. И вот начал делать тактику войск кочевников, сравнивать, где русскими и так далее, другими с европейскими рыцарями и так далее. У него получилось вот, он самостоятельно видит, он изучил военную тактику, он ходил к офицеру вот здесь советоваться, как, что, да, как. Ну, у него получился уровень самостоятельно очень хороший, и ребенок увлекся, и вот после отецкого класса поступил военное училище. А то он пришел с него в классе, уже на третьем курсе учиться, звонил мне, что все нормально и хорошо. Как-то я ожидал, что он позвонит через столько времени. Ну, дело, чтобы было интересно. Ну, какие вот такие, так скажем, ходовые темы, дежурные темы, актуальные для нас, учителей, конечно, важно, чтобы выиграли, побежали. Проходящие. Ну, мы смотрим всегда вот уровень самостоятельности. Вот, конечно, вот очень хочется, вот рекомендуем мы вам, брать работы краеведческого плана. Материала достаточно. В каждом селе, районе, в школе, это и история школы, история семьи, и история улиц, это под ними, какие памятники в районе. Тем более сейчас вот эта программа «Вухадежангарова» ей 5 лет исполнилась. Посмотрите, памятники нашего района, известные люди района, это всегда что-то новое. На общем фоне информационном. Ваше свое, что-то сделанное. Здесь забыли бы немножко эту тему. Поэтому вот краеведческого плана очень хорошо идет. И здесь, смотрите сами, вот это культуроведение тоже много, вот это вот как раз у нас очень хорошо, вот работы, вот наши областные, вот на республике всегда вот в секции культуроведения всегда приезжают с местами. Потому что и работа центра, вот и вот в том году мальчик с азербайджанской диаспорой, в предыдущем году украинская община. Ну, темы вот татарская, это, ну, в принципе, это интересно по истории своей семьи. Делают различные макеты. Вот девочка сделала вот по Зерде в этом году удивительный проект. Это городка в городе Пустадаге. У родителей архитектора. И она вот такая синтезировала и архитектуру, и культуру, и этнос, и историю. Очень хорошая работа, самостоятельность. И девочка, кстати, ходит в художественную школу. И помогло. Ну, выбор темы, вот, смотрите сами, это индивидуально. Если что-то здесь, что-то надо про конструкцию, посоветоваться, мы всегда готовы на кафедре вот оказать вам конструкционную помощь, посоветовать. Есть литература, есть люди, где можно дополнительно уравить. Теперь цель работы, вот, как раз, цель работы, вот, зависит от вашей темы, вот, показать и так далее, и так далее, что-то вот в этом проекции. Вот, исходя из целей, исходят задачи. Вот, Кеджи Бульсапышина говорила, что много задач не надо, в принципе, трех задач достаточно. Первая задача, она общая, как вот, в плане урока, да, собрать, систематизировать, отобрать, классифицировать материал. Да, вот, что это такое. Вторая задача, как раз, что вы выявите, что вы найдете, какую-то разницу, что-то применительно к району, к личности, к событию. Ну, и так далее. И третье, что-то моделируйте, что-то конструируйте, что-то делайте. Вот, как раз, я хочу, вот, обратить внимание на решение третьей задачи. Она, вот, как раз, где уровень самостоятельности ребенка, вашей работы, совместной, конечно, не только ребенка, и учителя, да, или группы, ребят. Вот, вот, сейчас возможности компьютера очень большие. Да, вот, посмотрите сейчас, как хорошо ребята вот в этом работают и делают электронные карты памятников, электронный альбом, там, документов, там, электронное проецирование, там, и геолокации. Вот, практически, конечно, сами синтезируют. Это очень хорошо. Вот, года, вот, как раз, два года назад девочка, она сделала электронную карту боевого пути моего дедушка, боевого дедушки по наградам. Ну, он ветеран войны, прадедушка. И вот она дошла в архивы документов, вот, министерство обороны зацифровали, вот, награду подогражден, списала с ними, сделала, вот, и карту составила, взяла атлас боевых действий. И вот эту дивизию проследила, где вот слушали. Так четко, три точки на карте, три награды, и вот боевой путь. Здорово. Четвертый класс, смотрите, девочка увлеклась, и там и родители, и школа, и так далее. Поэтому вот эта практическая часть задачи, раз, выигрышная. Гипотеза, действительно, что мы проверяем, а действительно ли, вот, можно проследить историю моего пути по наградам. Да, действительно, в принципе, для ребенка младшей резины, это понятная задача, и он ее решает. Вот, ну, новизна работы как раз заключается в вашей проектной части, в вашей проектной части, что вы моделируете. Вот, смотрите, у нас конкурс научных проектов, не рефератов, не докладов, не научных статей, а именно конкурс научных проектов. Ваша идея, вот, как вы ее видите, как конструируете, что-то вот добавляете в свое, вот это ваша новизна. Вы на основе изученного материала, выявленного какого-то признака фактора, моделируете, вот, историю, да? Вот, смоделировал мальчик, вот, действительно ли Валиханов сам умер или не умер от туберкулеза, да? И вот он проверяет на основании его писем и так далее, вот, мальчик, который в курсе учится евразийском, грант получил, молодец. И доказал, что спорно, там, последние его письма, дневники. Вот здесь работал в Кустанае в нашей библиотеке, ходил, советовался с врачами, вот, туб диспансера, с офицером КГБ, ну, пенсионером, так и так, смотрел и сравнивал. Ребенок в 10 классе, в 9 он начал тему, он начинает вот это делать, анализировать, сравнивать. Вот она самостоятельность, вот она практическая задача. Работа была теоретическая, там, как я говорю, ну, вот, это он сделал. И практическая значимость этой работы позволяет, вот, смотрите, мы формируем у них работу с документами, навыки научного исследования даем, необязательно, из-за места, да? И эта его работа, как раз, смотрите, особенно электронные части ваши, они могут использоваться в работе, на уроках, на занятиях, любой из, может побывать в музее. Вот, последняя работа, сейчас хорошо идут, делают маленький мини-электронный музей, это вот, спасибо, подымеем, многие музеи мира, и наш областной, и городской музей, вот, офицерские областные, да? Делают экскурсии электронные, вот, через QR-код, через различные вот эти все электронные вещи, и дети сами делают свою экскурсию электронную, свой мини-музей посвященный. Вот сейчас вот городская тур, вот, они сейчас по Байтурсыну работают, там дальше по казахски, по Ахмеду Байтурсыну делают свой электронный музей через Ахмеда Байтурсына, на основе документов нашего музея, вот, работ его, и вот, у них очень неплохо получается, по крайней мере, вот, на прошлый день приходили, показывать, советовались, и, действительно, вот у них новизна, практическая значимость. Начинать исследование надо, конечно же, вот, я уже говорил, с выбора темы, что разработано, но тут, конечно же, очень важно руководителю, ну, я, подложить эту литературу ученику, вот, сам пиши, идти, конечно же, они откроют биопедию, оттуда все докачают. Вы их нацельте, что вот это есть книга и так далее, и всегда, вот, по крайней мере, из своего опыта я советую начать с изучения энциклопедии словарей, вот, информационных, что это такое, найти теории, что это такое, путешествие, кто такой разведчик, допустим, Кашукану Валиханову, что себя представляет Кашгар, вот, информационно собирает, потерял на основе научных, информационных справочников и так далее, а потом изучает эту проблему, да. Ну, по литературе Кенжевольца, конечно, говорила, ну, тут, вот, мы всегда смотрим, какой он объем литературы, конечно, это ребенок, редкие книги, которые, не обязательно, не надо их указывать, потому что они недоступны, хотя многие вещи в электронном виде есть. Вот, она должна, первая, вот, это справочная, энциклопедическая характера, вторая, чисто научная, вот, по этой теме, достаточно 2-3-4 серьезных работы, доступных ребенку по возрасту, не надо его грузить в Гувелевом даже в 10 классе, это сложно, ну, по крайней мере, знает, ну, оттуда выйдешь в Козьмин, а такие, очень много хороших литератур по истории сейчас, вот, спасибо, Году истории, идут издания хорошие. И, там уже, тебе, чтобы, содержание работы практической, я вам советую, вот, разнообразить интервью со специалистами, вот, я называю их экспертом, вот, занимайтесь этой темой с ребенком, обратитесь к эксперту, ученому, на кафедру, даже если вы из района, ну, можно же выйти на связь с нашим университетом, с другими вузами, да, вот, с ветеранами, допустим, специалистами, Акимат, вот, многие проводят анкетирование, проблемы рассматриваются, ну, я, правда, вот, девочка 3 года назад обратилась в посольство Франции, она сделала, как раз, вот, карантин начинался, работу по теме орнамент казахский и французский. И ответил, вот, консул из Франции, официально, все, этой девочке письмо пришло в первую школу, она вот поступила, все нормально, и она сделала узор, вот, сама уже смотрела на уроках с учителем технологии, узор, который сочетает и казахский орнамент, и французский, и сделала маску для лица, вот, как раз. Вот, молодец, сама что-то сделала, придумала, и интервью он дал, прислал, и так далее. Это очень хорошо, вот, такие вещи, смотри, ребенок, видите, когда живая работа, вот, как раз она оживляет работу, и новизна, и самостоятельность, и вот, сам ребенок делать у него получается. Ну, объемы работ есть требования, вот, в каждом дарыне, в району, в городу, там, смотрите, конечно, тут Нинжи Ульсапышина говорила об этом, вот, я из опыта работы хотел вот это сказать. Теперь, вот, те работы, вот, если учитель занимается определенным направлением работы, не надо каждого отменять. Вот, если вы занимаетесь краеведением, историей края, памятников, ветеранами, школой и т.д., работайте, материал уже базовый, собран, что-то чуть-чуть другое направление, а в другом участке, вот, не надо бросать, потому что, чтобы вывести работу на уровень, вот, более высокий, областной, республиканский, это минимум 2-3 года. 2-3 года, и каждый год что-то дополняете, исправляете, увеличиваете, расширяете. Вот, ребята, некоторые делают его трехсоязычным, создают сайт, на следующий год компонируют, уже действующие в сетях, там, выходят на, ну, другие технические возможности, меняют немножко, вот, направление внутри содержания. Ну, тут очень много, поэтому давайте, чтобы не задерживать время для других выступающих, я, вот, мои телефоны есть у Натальи Михайловны, Асель Бериковны, мы всегда консультируемся, вот, и районы, и наши, вот, сельские школы, особенно, буду рад всегда им помочь. Рахмет. Здравствуйте. Есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вопрос такой? Есть ли максимальное количество участия с одной работой на научный конкурс? Ну, с одной и той же темой или без изменения темы? Нет, тема одна, а работа дополняется имела. Ну, конечно. У нас есть даже на, вот, секции с одной, в принципе, похожей темой, из разных районов выступает, мы смотрим, то, как показал свое видение этого проекта, и, в принципе, ничего в этом плохого нет. У каждого, как вы сказали, первый раз выступил, потом второй дополнил ее коллективным, например, музеем. А, вы говорите о коллективных работах? Не, 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 именно, ну, один, второй, ну, одной тоже, да? Не, не, если у вас заявлена одна тема, то да, вот. Нет, ты не поймешь, как монаш на одной теме. А, ну, я вот как раз про это говорил, вот, с одним направлением, конечно, несколько лет занимаются. Вот у нас есть примеры, вот мальчик выступает 4 года подряд, уже на республике 3 года подряд, 3 года подряд, это очень редко привозить призовые места. 1, 2, 3, 3 года подряд. Тема, вот, история моего края, общая тема, а внутри нее, вот он начал, первый год, вот, Сауля Баевна скажет, первый год он рассказывал о своей семье, история семьи, история моей родины. Вот, посмотрел поколение, 5 поколений. Второе направление взял, вот, как раз он использовал известные личности края, создал уже на этом этапе электронную карту личности, вот, работа с музеем, специалистами, сакральные места края. Вот в этот год, как раз, он, вот, в содержании добавляет страницу, то убирает, а история моя края, вот, как раз, вот, памяти политической репрессии, реабилитации, вот, посещена. Необходимая такая, он работает, да. Вот девочка, вот, три года подряд занимается археологией, она реконструирует на базе наших памятников археологических, выплавку руды, да. Извините, пожалуйста, ситуация такая, у нас была девочка с одной и той же работой, ни одну букву не добавив, приходило три года. Первый год молодец, второй год мы сделали замечание, третий год, естественно, девочка, предошла и учитель, и родитель, почему и так далее. Потому что ни единого слова нового сделано не было. А вообще, идеально, работу, конечно, год или месяц, или неделю не пишут. Ее надо писать на протяжении определенного периода. Поэтому. Да, ну, конечно же, вот, давайте посоветуемся, неударно, мы посмотрим, конечно же, ну, это тема вашей школы, вашего, вашего опыта. Дети, конечно, уходят, пеняются, но вы сохраняете свое направление работы, это упрощает. Ну, и шире лучше будет показываться, каждый год уже усиливается, видно же, когда рост работает. Мы всегда наблюдаем за ростом, мы всегда рады, когда есть. Тогда с рактором, вы? Вот Юрий Григорьевич идет. Если больше нет вопросов, спасибо вам большое, Абит Батарханович. Следующий докладчик, семьянин Юрий Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса КРУ имени Асмета Бутурственного. Юрий Григорьевич, пожалуйста, следующий докладчик наш. Тема сегодняшнего выступления о некоторых вопросах подготовки и защиты научных проектов, учащимися в области. Во-первых, мне хочется выразить огромную благодарность организаторам. Давно назрела необходимость такого семинара. И когда мы будем рассматривать позиции, слайды, некоторые вопросы, они хотим и не хотим, они будут перекликаться с этими вопросами, которые раскрыли предыдущие коллеги. Итак, говоря о научно-исследовательских работах, позвольте два слайда, именно что мы хотим показать. Теоретические знания. Это, главное отметим, системные глубокие знания. Основу предмета любой теории, а без теории мы не обойдемся, это закономерность. Отличие научных знаний от иных сведений. Это в существенных сторонах, свойствах изучаемых явлений, которые отражают, теория на этом заканчивается, качество явлений, закономерности их существования, развитие, связи и взаимодействия с другими явлениями. На этом теория и все. Давайте мы обратимся непосредственно к работам. Я не буду называть школы, я не буду называть регионы, но возьмем, давайте, ту работу, которая была представлена на суд областного жюри. Итак, тема работы модернизация законодательства в области защиты животных в Республике Казахстан. Это все цитаты из работы. Первое. Не всегда адекватно применяются нормы государственного законодательства. Как именно? В работе не указано. В нашей работе сформулированы теоретические положения. В работе именно формулирование этих положений не указано. Теперь, простите, ссылочка такая. Кроме того, следователям, как правило, неинтересно расследовать такие дела, а они не влияют на его послужной список. Ребенок и следователь. Анализируем работу. Оказывается, просто изложение статьи. Ссылочка есть. Следующая работа. Влияние общества на человека. Первая ошибка. Научный руководитель не указан. Введение. Ребенок пишет. Моя задача разобраться, как общество влияет на человека. Из чего это влияние начинается. Сама работа. Просто переписанный книжный текст из российских источников начала века. В заключении приведены вопросы теста. Зачем? Необходимо, видимо, исследование по этим вопросам. Сами вопросы опубликованы. Другого нет. Далее, еще одна работа. Тема. Факторы, влияющие на самооценку подростков. Давайте внимательно посмотрим. Вовремя увидеть пуберат. Пуберативный период ребенок превращается в видеть. В конце подросткового возраста я-концепция. Это о чем? Несмотря на внешнюю оторванность от семьи, внутри тинейджер. Это о чем? Подростку необходимо не реагировать на негативные факторы, а наоборот акцентрировать на более положительных примерах. В заключении приведены три анкеты. Опять-таки, текст анализа нет. Как мы видим из примеров данных работ, эти работы не получили какую-то определенную оценку. Следующая работа. Смотрите, обращает внимание сразу непосредственно план работы. Теория, история, практика, вывод. То есть, современное состояние обучения, обучение по временное, дистанционное обучение года, первая, третья, четверть, опыт, исследование проблем и платформ. Дети. Мы провели анкетирование в трех классах. Первое. Далее. Анкетирование учителей. приведены непосредственно вопросы, которым учителям были заданы и ответы учителей. Следующая позиция. Мы провели исследование среди родителей. Вопросы, которые были заданы родителям. И ответы, которые родители получили. родители, знания ухудшились за время дистанционного обучения, родители выделяют главные проблемы и отмечают, что процесс не отрегулирован. Ну, это видно. также дети, ребенок проводит анализ по платформам. Я взял такую одну, кунделик, а там несколько платформ, идет анализ непосредственно по этим платформам, как и не дают. И заключение данной работы. Исследовав современное состояние правового регулирования, давайте вспомнить те слайды, по теории, о которых я говорил ранее, самыми распространенными являются и пошли проблемы. Для устранения проблем, простите, устранения выявленных проблем, предлагается следующее мероприятие и конкретно мероприятие. То есть мы сейчас посмотрели выжимки из трех работ, где есть проблемы, и последняя работа, та, которая получила достаточно высокое призывовое место. Теперь давайте переговорим непосредственно чем же и каков путь исследования. об этом мои коллеги говорили, я постараюсь где-то сформулировать, может быть, чуть-чуть в другом направлении. Итак, первое. Формулирование проблем, остановка цели, задачи, изучение информации, выбор методов, сбор материала, анализ, формулировка выводов, отчет, доклад. этапы выполнения. Данная презентация будет непосредственно в основном Дарын, я думаю, вы все ее получите, тогда более предметно можете посмотреть. Разделы работы, об этом уже говорили, но еще раз и еще раз повторяю, не единый текст, а актуальность выделить, основная вывода заключения, список и приложения наглядных или опытных данных. Введение, что необходимо дать, пусть введение будет, ну я не знаю, там, страницу, полторы страницы, две страницы максимум, не развивать. Понятийный аппарат обязательно должен присутствовать, то есть, что такое объект исследования, предмет исследования, научный руководитель обязан ребенку это объяснить. Гипотеза это научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений и требующее подтверждение. Цель мы видели на примере конкретной работы, я вам показывал, выявление, исследование, оценка, анализ, разработка, изучение. Задачи конкретно, что нужно сделать, выявить, разработать, установить, изучить, провести, решить, проанализировать, обобщить и общий вывод. Итак, основная часть, как видите, теория, методика, выводы в сжатом виде, результаты исследовательской работы. То есть, если мы обозначили проблему, ее изучили, и к чему мы пришли, конкретно видение исследователя, не видение маститых ученых, или же ребенок с этим выводами согласен, но свое видение также в заключении оно должно присутствовать. Список литературы об этом уже говорили. теперь перейдем к не менее сложному манеру подачи материала. Каким образом? Абей Бутер Халлович об этом уже говорил, я еще раз хочу остановить на это внимание. То есть, может быть, материал супер, манера подачи влияет на оценку. Итак, я постарался тезисно проблемки указать. Доклад максимум 15 минут, а то и 5-7 это максимум. Размещать фактический материал в таблице, то есть, ребенок прежде всего, то есть, он подказывает работу, члены жюри, они на столе видят ее, показать в сравнении свое видение исследования этой работы. Презентация, она должна быть читабельна, кратка, информативность, главное, в ней единый формат и умеренность анимации. И зачастую на презентации ребенок старается выложить чуть ли не всю свою работу. То есть, берет текст, полностью на слайде дает, его и не видно, что он там написал, где, и внизу там какая-то картина. требования к оформлению презентации, это общее требование. Стиль, стиль, который будет отвлекать от самой презентации, то есть, на презентации там какие-то непонятные рисунки, что самого текста нет. И вспомогательная информация, управляющие кнопки, не должны преобладать над основной информацией. Оформление слайдов не более трех цветов, желательно контрастные цвета и на цвет гиперссылок до и после использования. Я бы рекомендовал гиперссылки убрать, не нужно давать их презентации. Представление информации, содержение информации, то есть, короткие слова и предложения. Минимальное количество предлогов на речи прилагательных и сами заголовки, они должны привлекать внимание аудитории. И наконец, представление информации, виды слайдов, то есть, несколько видов предлагается использовать с текстом, с таблицами и диаграмм. Уважаемые коллеги, я в своей презентации постарался знаково показать основные этапы подготовки, основные этапы защиты презентации, но не менее важен момент материального стимулирования. Я прошу внимания обратить на слайд. сегодня очень серьезный подход к участию в международных олимпиадах. То есть, необходимо пройти путь школьные, городские, районные, областные, республиканские, международные. Посмотрите, ребенок, а это уже принятые меры в нашем министерстве. Золотая медаль 4,5 миллиона, серебряная 3, бронзовая полтора. Учителя, научные руководители 450, 300, 150 тысяч. Это официальная информация, размещенная на сайте Министерства образования. Таким образом, и ребенок, у него есть возможность бесплатного обучения в вузах Казахстана без дачи ЕНТ, и очень серьезная, я считаю, такая, еще раз обращаю, материальная заинтересованность. Пожалуйста, какие есть вопросы? Спасибо, Игорь Григорьевич. Пожалуйста, коллеги, может у кого-то есть какие-то вопросы? Действительно, по сердце человеческого общества у нас достаточно узкий круг работ всегда представлен на областном этапе, не более 10 проектов. К сожалению, география в региональном таком аспекте у нас достаточно очень узкая. это город Устанай, это специализированные школы, не все принимают участие, плюс там Устанайский район у нас в последнее время проекты были, но другие регионы, как правило, не принимают участие, не заявляют ребят в данную секцию. Хотелось бы, конечно, расширить труд участников в данной секции. Ну, можно добавить? Да, конечно, конечно. Причина является то, что в некоторых районах нет секции, поэтому я не вот все. Пишите, пожалуйста, мы вас не видим. Как это понять? Нет секции. Согласно правилам проведения конкурса проектов, данная секция есть, а то, что у вас получается не проводится на районном этапе, это, скорее всего, уже недоработка отдела образования, если такая секция не проводится. Согласен. Секция истории, секция краеведения, секция человеке общества, это прерогатива как раз историков, учителей истории. То есть, если историк взял тему по истории или проявлению, он принимает участие, а если по праву, то этот же учитель, получается, не может выдать тему по праву. То есть, ну, как бы здесь как раз вот для историков три секции это такое широкое поле деятельности. Говорить о том, что данная секция не проводится, это как раз уже претензия к отделу образования, поэтому у нас на области... Я не говорю, что к вам потензии, я просто... Нет, я в том плане, что на районном этапе обязательно надо проводить данную секцию. Да, то есть, смотрите, абсолютно верно, не может быть такого, секции есть. У нас всегда существует проблема, то есть, на секцию человеке общества приходит человек, который работал по вопросам психологии. Альбер Батарханович говорил сейчас по краеведению, Успеновская средняя школа Федоровского района представляла изумительнейший материал. Вот, сельская школа, почему нет? Надо брать, надо заниматься. Спасибо. Спасибо. А еще такой вопрос, вопрос к Дарину и к вам. Есть ли методическая какая-нибудь помощь именно каким-то книжкам, не знаю, пособия, такое вот, что можно было пользоваться? Может быть, электронный вариант, может быть, отпечатанным. Значит, подгорию себе ответить, что вы имеете в виду? Как написать научную работу пособия? Ну, всякое бывает, может быть, и другое. В интернете у вас есть интернет? Да, есть. масса таких методических. Возьмите методические материалы, которые будут обобщены областные дары. Вот, уже вам, смотрите, материал, который представила Кинжигуль Сапышевна, Айбек Батриханович, я, и я уверен, коллеги тоже дадут, да? Возьмите, уже что-то есть. Уже что-то есть. Нужна конкретная помощь, любая, обращайтесь, никто не откажет. С большим удовольствием, потому что мы, наоборот, стоим всегда на стороне школьника, на стороне студента. Прежде всего, мы заинтересованы, как и учителя, чтобы студент рос научных мани, в том числе. Спасибо. 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 В Косибий мамандардың пікіринше, тақырыпты дурыстандау зерттеي жұмысын сәтпі жұмы алғашқы қадан болды. ГОЛИНИ ШИНИ Отвечество, где мы не знаем, что мы начинаем с украшением, но мы не знаем, что мы начинаем с украшением, и не знаем. Продолжение следует... Показайте, что у соседей Мухалин, где у нас есть 20% в порядке, а 80% в порядке, у нас есть 80% в порядке. Продолжение следует. 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 Возможно, мы должны говорить в том числе, что у алможенства были женщины. Wiralli, я не знаю, что в отличие от женщин, которые мы все равно занимаемся украшением и только им. В этом случае, мы их готовы, но мы познакомились с женщинами. Мы должны обращать обоценки на искусстве. В этом случае, женщинам, мы должны обращать ухудшему жизнь. Мы должны быть Gonzales, должны быть обрешенными силами. Мы должны были подраздновать, редко и женщины, обращать к нашему себе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...